В советское время была поставлена на музыку композитора Бориса Александрова оперетт, назывался «На свадьбу в Малиновке». Вот в последнее наше время события, разворачивающиеся вокруг газовой концессии Осипова-Неверова, ну так ее назовем, стали мне все больше напоминать сюжет этой оперетты. Давайте разберемся. Ну, судите сами. На отчете вице-премьеру Российской Федерации по топливному энергетическому комплексу Александру Валентиновичу Новоку Александр Михайлович Осипов заявляет, это заявляет зампредседателя правительства Российской Федерации, еще раз подчеркиваю, что они с Неверова проводят проектирование и отбор трасс внутри города Читы. А 5 июня, к 5 июня, стартует первая прокладка трубопровода к месту расположения газового хранилища. Вот так значится в отчете правительству фактической Российской Федерации. Мы в редакции ЗАП-ТВ хотели посмотреть старт этого исторического события, но мы объехали весь город и так ничего и не обнаружили, где это место старта, где начинается прокладка, первая прокладка стартовала вот этой газовой турбой к хранилищу. Подъехали к хранилищу. Ну и все на этом. Может быть, конечно, я не исключаю тот факт, что место старта, так же, как и школа будущего в Каштаке, является засекреченным объектом. Для прояснения этой ситуации редакция ЗАП-ТВ обратилась в администрацию города, потому что город, собственно, подписывал концессию. Где находится это место старта, можно ли посмотреть, как прокладывается вот эта труба к месту газового хранилища. Ответа пока нет. При его получении тогда все прояснится. И вот место первого акта вот этого спектакля наконец станет известно. Ну что ж, второе. Управление федеральной службы, антимонопольной службы по Забайкальскому краю. Вот смотрим то, что установила федеральная антимонопольная служба. УФАС нашло нарушение федерального закона о концессиях в проекте газификации Читы. Далее следует. Как говорит Михаил Гойгов, руководитель УФАС по Забайкальскому краю, нами была проведена проверка суммы концессионного соглашения. Она составляет 9,2 и срок введения в эксплуатацию до конца 2024 года. Но в рамках проведения проверки управление установило нарушение требований статей 10, статей 36 и 37 федерального закона о концессии. Инициация вот этой концессии ушла от самого концессионера. И по федеральному закону конституционных соглашений Аврора ГАС, извините за длинное цитирование, должна подтвердить наличие как минимум 5% средств от общей суммы концессии. То есть 460 миллионов рублей господин Неверов должен был подтвердить в Авроре ГАЗе наличие вот этих средств. А мы уже не раз говорили, что не только там школа будущего, а и Аврора ГАЗ в качестве активов имеет авторучку и одного директора. На этом все. Далее управление ФАС отмечает, что из регионального и муниципального бюджета уже было выделено 4 миллиарда рублей. Застрахованные из них 900 тысяч. Как вам это нравится? Замечательно, правда? Он отметил, что Гойгов, руководитель ФАС, что ФАС выдало конституционеру предупреждение о необходимости подтверждения не менее 5% средств от заявленных по концессии. То есть 460 миллионов рублей. Где возьмет Неверов эти деньги? Это очень интересный вопрос. И что дальше будет происходить с этой концессией? Это вот второй акт нашего выдающегося спектакля «Наша оперета». Вот так это складывается. Очень странно, конечно, чего заслуживают наши чиновники, администрация с их юридическими службами, с их большими отделами, которые они содержат, которые подписали подобную концессию. Как это могло произойти вообще? То есть, да, согласно решению ФАС, если, значит, не произойдет, в отношении конституционера будут применены определенные санкции. А в отношении чиновников они что? Что они заслуживают? Но эта тема уже не опереты, а это предмет рассмотрения, на мой взгляд, правоохранительных органов. Перейдем к третьему акту. На портале ЧИТА.ру обнародовала следующая информация. Сейчас я ее еще раз вам напомню. Господин Неверов подписал договор субподряда для газификации ЧИТЫ СОО БРЗ в лице некого Никиты Барановского. Вот так это произошло. По договору БРЗ должна построить наружные сети газоснабжения на всех территориях, где будет проводиться газификация ТСК, ГРЭС, КАДАЛА, СТЕПЗ, ну и так дальше. Сколько будут стоить работы по этому договору субподряда, неизвестно. Но в договоре есть пустой лист расчетом цены контракта. И согласно графику эти работы должны быть закончены к сентябрю. Далее очень интересно. Вот это компания БРЗ, в которой подписан договор субподряда исполнительным. Она зарегистрирована 27 декабря 22 года на улице Профсоюзной 25, строение 1. Там же зарегистрированы все школы будущего. Школа будущего, просто школа будущего. Школа будущего железнодорожного, школа будущего КСК, школа будущего поколения и так далее. Вот к этому договору субподряд, ну раз компания БРЗ зарегистрирована 27 декабря прошлого года, значит, к этому все готовились заранее. Теперь, что касается Никиты Сергеевича Парановского. Вот этого директора, значит, компании достославной, которая должна уже к сентябрю нам, видимо, обеспечить упомянутую в первом акте прокладку трубы. Значит, ему 27 лет. Ранее он был директором свадебного агентства «Лакшери Видинг». Вот таким вот образом. Эта компания проводит иммерсивные спектакли в Москве. Ну, у них так начнется. Так что, очень интересно. Поговорить с самим 27-летним Барановским, как говорит Читару, у нас не получилось. Как только он услышал вопросы газификации, бросил трубку и больше не поднимал. Вот так складывается третий акт нашего выдающегося спектакля. Актеры в сборе. Значит, директор свадебного агентства есть. Можно, наконец, наверное, переходить к свадьбе. То есть, газификация. Я так полагаю. Но если свадьба в Малиновке в советское время – это веселая оперета, то свадьба в Малиновке в исполнении Неверова и Осипова становится все больше похожей на трагикомический фарс. Но, к сожалению, фарс очень дорогой для Забайкарьев. Вот об этом наша передача. Всего вам доброго. Берегите себя. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова